всем привет всем здравствуйте меня зовут елена и вы на канале о вязании он так и называется елена добрыми на вязание прошу прощения что проговариваю название вот так вот слух полностью это помогает продвижению видео особенно для таких маленьких начинающих каналов как мой но и заодно новые зрители смогут надеюсь смогут привыкнуть к этому названию если позволите сегодняшнее видео будет посвящено одному герою одному изделию вот она позади меня более того это не моих рук дело но обо всем по порядку и начать я бы хотелось небольшого видения ну чего уж там откровенно скажу очень хочется похвастаться прям вот не терпится меня распирает я расскажу историю создания этой модели как вообще все происходило начну с того что нас двое мы работаем паре с мамой особенно вот для новых зрителей скажу что три года назад мы открыли маленькое небольшое семейное дело это отелье она называется добрынская мануфактура и мы специализируемся на дизайнерском трикотаже именно на трикотаже причем вяжем и вручную на то есть у вас такая фишка мы вяжем вручную мы предлагаем настоящий ручной эксклюзив на фоне всеобщей индустриализации на фоне фабричных изделий массового ширпотреба вручную изготовленные изделия это действительно уникально в общем мы на это делаем ставку и как мы работаем есть мастерская есть место работы по московье недалеко от земнограда есть место работы вот здесь вот где нахожусь калужской области и с мамой мы взаимодействуем преимущественно дистанционно ну конечно да мы встречаемся бывает что мы встречаемся обсуждаем какие-то дела но в целом мы работаем дистанционно и также дистанционно онлайн мы принимаем заказы особенно связи с последней тенденции дала пандемии по всему миру бушует поэтому мы перешли на работу онлайн принимаю заказы из других городов даже из других стран да у нас есть и такой опыт и в общем то никаких сложностей с этим пока нет таких вот серьезных сложностей но грущу я от того что сильно сильно это все таки отличается от тех результатов которые у нас были ранее скажем восемнадцатый девятнадцатый год когда мы регулярно устраивали выездные гастроли сезонные гастроли что это такое всегда осенью зимой мы выезжали на самые крупные самые известные московские выставки ярмарки дизайнерские ярмарки выставки ремесленные хендмейд рукоделие какие-то смежные бьюти тема у меня даже была мысль съездить на выставку охота и рыбалка да с мужским ассортиментом в этом был определенный смысл потому что да онлайн заказ это удобно люди присылают свои пожелания какие-то в общем-то озвучивают модели которые им нравятся бывают технические рисунки присылают если люди сами готовы придумать модель присылают свои мерки и мы работаем но на выставке всегда это тесный контакт у посетителей есть возможность познакомиться с изделием потрогать его пощупать примерить понюхать если надо да то есть это всегда более тесное взаимодействие и лично у меня конверсия продаж на выставках всегда было больше чем в онлайне я говорю исключительно о собственном опыте возможно если вот вы меня смотрите вы занимаетесь аналогичной деятельностью у вас тоже есть там интернет-магазин возможно у вас другой другие результаты я лишь делюсь своими результатами так вот благодаря выставкам каждый раз в сезон осень и зима мы с мамой входили уже со значительным списком заказов которые мы собирали в том числе и на выставке то мы привозили свои изделия мы их разумеется там продавали но при этом они также выступают им там и образцом человек приходит ему нравится но например хотел бы другую длину другую ширину другой размер даже другой цвет пожалуйста без проблем оставлял заказ носил предоплату и в общем то все были довольны так вот сейчас все изменилось но в конце каждого года я как правило перед новым годом я как правило составляла что-то вроде маркетингового плана условно так можно назвать то есть я писала перечень мероприятий которые непременно считала нужным посетить поучаствовать в них считала что это эффективно распределяла денежку бюджет распределяла трудозатраты сколько рекламы понадобится сколько понадобится оборудование материалов да вот чтобы отвязать стенд подготовить изделия так вот у меня была мечта даже мечта а мечта плюс цель поучаствовать в выставке рус арт стиль это такой знаете был громкий проект девятнадцатого года премьера выставки состоялась в апреле девятнадцатого года и эта выставка действительно значительно отличается от аналогичных выставок мне есть что об этом сказать более того будет видео посвященное теме выставок я обещала это видео девочка в инстаграме делала опрос и были вопросы на эту тему но чуть чуть позднее мне бы хотелось этот рассказ проиллюстрировать проиллюстрировать кадрами из выставок которые вот-вот начнутся осенью поэтому чуть позже а может быть не дотерплю и сделаю его вот сейчас в августе это видео но в любом случае будет видео посвященное выставкам рус арт стиль это действительно важно для меня было мероприятие я познакомилась генеральным директором заместителем генерального директора с менеджментом и проникшись симпатией доверием и уважением к этим людям мне очень хотелось ними посотрудничать и вот мы готовимся к этой выставке которая запланирована на февраль двадцатого года до конец сезона мы с мамой понимали но у нас оставалось довольно много зимнего ассортимента шапки снуды шарфы в том числе плечевые изделия крупные вот увидите да это узнаваемая прибалтийская пряжа по расцветке узнаваем так вот мы в общем-то рассчитывали на то что все что у нас уже есть на работ на мы туда отвезем потом приходит новость что выставку переносит на апрель и тут мы призадумались февраль-апрель все-таки уже скоро лето и ехать с зимним только лишь зимним ассортиментом неразумно поэтому у нас оставался такой короткий промежуток времени чтобы что-то придумать и тогда мама придумала вот эту модель действительно придумала я хочу даже подчеркнуть это слово придумала потому что я не видела ничего подобного ранее не видела не встречала я была искренне поражена потому что изделие это она изобилует техническими деталями техническими сложными моментами на которые например я не готова отважиться я не уверена что я силе такую модель смогу такую связать разумеется об этом я вам расскажу чуть позже а сейчас я продолжу и так было связано это изделие приходит новость что связи с самоизоляцией пандемии бушует и выставку отменяют переносят на декабрь 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 не апрель то есть декабрь мы снова должны идти с зимним сезоном понимаю что у меня остается лето и остается единственный инструмент это интернет потому что все выставки летом двадцатого года все выставки были отменены вообще не только выставки а любые активные мероприятия были отменены и тогда я стала рекламировать это изделие в интернете в инстаграме немножечко в ютюбе было на моем другом канале было короткое видео минутное посвященное этому кардигану знаете были замечательные очень теплые комплименты была очень теплая реакция зрителей до бы много хороших добрых слов но ни одного заказа мы были удивлены и это слабо сказано потому что модель эффектно и необычная но нет заказов нет интереса нет запроса от потенциальных клиентов а те кто регулярно посещает выставки а это всегда одни и те же люди как правило те кто любит действительно дизайнерские необычные вещи которые не купишь в обычном магазине именно за этим люди приходят на выставки они на меня подписаны в инстаграме но увы нет заказов мы были крайне удивлены да возможно я совершил ошибку возможно не смогла донести идею возможно не смогла красиво показать изделие да потому что понятно что в интернете важно что важен визуал а выставка эта возможность потрогать пощупать примерить как я уже сказал но наступил декабрь и выставку тоже отменили двадцать первом году к сожалению так сложились обстоятельства что мы уже не смогли поучаствовать в выставке и в результате эта модель по сей день так и не было представлено широкой публике она так и не смогла поучаствовать в крупной выставке и я не смогла ее достойным образом прорекламировать затем сезон весна-лето двадцать первого года модные показы модных домов я захожу в инстаграм бог и что я вижу бренд на ножка и вот эта вот модель представлена в этом сезоне что тут сказать остается только сплеснуть руками получается что моя мама на целый год опередила этот тренд потому что год назад летом была тишина не было запросов не было заказов и в общем-то довольно таки слабо как я скажу как я уже сказала довольно слабая реакция была на эту модель после того как тренд был озвучен в модном пространстве друзьям и мы с мамой стали работать на вот эту модель на что то что мы с мамой мама мама стала работать на вот это вот на вот этот стиль на петчворк и на color block потому что вот изделие вот изделия это то же самое только что она однотонная но принцип такой же мало того я вам показывала тунику было видео на прошлом канале но на другом канале но это видео переедет сюда и на этот канал новые зрители смогут познакомиться с этой туникой то есть принцип этот сейчас очень интересен очень востребован и что могу сказать ну вот так бывает именно поэтому я и с таким трепетом и теплом отношусь к этой модели получается что мы действительно опередили опередили тренд на целый год не знаю повторится ли такая ситуация еще с какой-нибудь модели но это абсолютный факт и нам конечно очень-очень приятно ну собственно это все я вам похвасталась рассказала все что что хотела рассказать а теперь давайте я вам уже покажу эту модель более детально более подробно и расскажу все тех тех о всех тех технических нюансах которые здесь присутствуют